17 августа в Северском ДК впервые прошёл День дагестанской культуры. У гостей мероприятия появилась уникальная возможность поближе познакомиться с обычаями и традициями жемчужины Северного Кавказа. В фойе разместились тематические выставки традиционного костюма, быта и ремёсел. В малом зале организовали литературную гостиную, поэтические голоса Дагестана. В актовом зале провели концертную программу «Творчество. Неиссякаемый родник». Гостей и участников поприветствовали замглавы района Ксения Леутская и председатель совета Владимир Захарченко. «Я хочу от своей души пожелать всем семьям Дагестана, всем, кто родился в Дагестане, и всем нам вместе мира, добра, благополучия, а празднику всего самого Дагестана». «Друзья мои, какая богатая культура, какие важные традиции. То, что сегодня так важно для сохранения человечества, народ Дагестана передаёт веками, из поколения в поколение». Благодарственное письмо администрации за активное участие в общественной жизни Северского района и за вклад в пропаганду традиционной культуры Дагестана вручили Курамагомеду Магомедову. Вот уже три года он руководит Северским отделением Краевой общественной организации «Центр культуры народов Дагестана. Единство». В Северском районе живёт больше 20 лет. Главными задачами организации называет мир и порядок, помощь людям и взаимное культурное обогащение. Есть у Курамагомеда Хабибовича и мечта, чтобы его малая родина и Северский район стали побратимами. «Я родом из города Кизелюрта, республики Дагестан, но руководство администрации района города Кизелюрта, они согласны приехать и очень даже ждут. Как бы с Северским районом побратимы». Дагестан в переводе с тюркского означает «страна гор». Это место с невероятно красивыми природными пейзажами и гордыми, свободолюбивыми людьми. С яркой и самобытной культурой Дагестана зрители познакомили творческие коллективы из Краснодара, Северского и Крымского районов. Дни национальной культуры проводятся в Северском районе с прошлого года и позволяют глубже погрузиться в традиции и обычаи национальностей, проживающих на территории муниципалитета, узнать новые интересные факты и познакомиться с выдающимися представителями диаспор.